Шесть вещей, по которым вокал – это практически психотерапия. Первое. Когда мы поем, мы активнее используем дыхание и нашу дыхательную систему. Глубокое дыхание само по себе посылает в наш мозг и в нервную систему сигнал «Успокойся, все в порядке». Глубокое дыхание с протяжными выдохами снимает стресс и успокаивает. Второй момент – это настоящий момент. Может быть, приходилось слышать о том, что чем больше сосредотачиваешься на том, что происходит прямо здесь и сейчас с тобой, тем меньше загоняешься по поводу каких-то будущих проблем или по поводу каких-то прошлых проблем, которые уже в прошлом. Так вот, если ты занимаешься вокалом, ты неизбежно сталкиваешься с тем, что тебе нужно следить именно за тем, что происходит прямо сейчас. Когда ты учишься чувствовать, понимать, управлять своим голосом, это невозможно сделать, не находясь в моменте. И таким образом, если ты вкладываешь, например, час своего времени в день, чтобы попеть, ты этим же самым автоматически помогаешь своей нервной системе мозгу держать равновесие. А в нашем, мягко скажем, сумасшедшем стрессовом мире это ценная штука. Часто от психологов, от психотерапевтов можно слышать о том, что счастливый человек – это тот, который занимается своими делами. И что чем больше мы с тобой занимаемся вопросами, которые в нашей с тобой зоне контроля, вот в моей зоне контроля, какие-то вопросы в твоей, и чем меньше мы тратим свою психическую энергию на офигевание от того, что происходит вокруг и до чего мы, в принципе, не можем дотянуться и на что не можем повлиять, тем, короче, мы счастливее. И пение – это способ и практика, когда ты тренируешься в том, на что конкретно ты можешь повлиять. И это может быть очень ценно, особенно в какие-то стрессовые жизненные моменты, когда не знаешь, за что схватиться, и лично мне в какие-то сложные жизненные моменты всегда помогает делать то, вот что-то небольшое, но что конкретно я могу сделать. Тогда я начинаю чувствовать какой-то контроль в жизни, и это помогает просто взять себя в руки. Четвертый момент в том, что когда ты поешь, ты автоматически привносишь в жизнь что-то созидательное. Ты создаешь что-то классное, даже если оно существует просто в момент, когда ты просто берешь и поешь какую-то мелодию. Недавно мы нашли на улице дерево, оно не в очень хорошем состоянии было, его кто-то оставил, просто выкинул. И мы взяли его домой, сейчас пытаемся восстановить, там купили землю, в общем, посадили его, поливаем удобрениями. И я заметил, что даже, я не знаю, получится у нас это дерево восстановить или нет, но просто ощущение того, что ты в жизни что-то создаешь, это классно, и это наполняет. И когда ты поешь, это всегда про созидание, а не про разрушение. Понимаешь, о чем я? Пятый момент в том, что в пении мы можем прожить и выразить те эмоции, которые не принято выражать, о которых не принято говорить в повседневности, но которые могут копиться в нас внутри. Какие-то плохие, негативные, грустные, агрессивные эмоции, от которых часто нам никуда не деться. И если постоянно копить их в себе, то внутренний склад будет переполняться, и это ни к чему хорошему не приведет. Шестая вещь в том, что когда ты поешь, ты всегда выходишь за свои собственные рамки. Ты становишься лучше. Это всегда про улучшение, про твое принятие себя, своего голоса, про улучшение контроля над своим голосом, про иногда преодоление себя. И в процессе пения ты учишься принимать свой голос, учишься его улучшать, учишься раскрываться перед собой, перед окружающим миром. И тут целый тренинг личностного роста получается. Теперь ты знаешь, как совместить приятное с полезным.